Привет всем! Вы на канале ТОП-АРМИ. В истории вокруг громкого шантажа Турции с Соединенными Штатами из российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции. Они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Скандал, конечно, был огромный. Сначала Соединенные Штаты заключают с Турцией важнейший для нее военно-политический контракт. Анкаре не просто обещают продать новейшие истребители-бомбардировщики F-35, которые серьезно усилили бы потенциал турецкой армии и были бы полезны в плане агрессивной внешней политики Эрдогана на Ближнем Востоке, а допускают до производства компонентов для этих самолетов. Кроме того, Турция стала бы ремонтным хабом для F-35, купленных странами региона. Престиж, деньги, возможности, технологии – все это было обещано Анкаре. И всего этого она была лишена после того, как решила приобрести у России системы С-400. Ответом американцев на эту покупку стала приостановка всех обязательств перед Турцией по контракту F-35. Формально потому, что эксплуатация новейших самолетов рядом с российской системой ПВО поможет российским инженерам как-то считать информацию об уязвимостях F-35. А де-факто просто потому, что Анкара посмела купить оружие у Москвы. Изначально Вашингтон хотел решить конфликт с Анкарой по-братски. Ведущие республиканцы в Сенате прямым текстом предлагали туркам размен. Соединенные Штаты возобновляют сотрудничество с Турцией по программе F-35. В обмен на то, что Анкара продает Вашингтону, приобретенную Эрдоганом у Российской Федерации системы С-400. Деньги на покупку российского оружия даже были предварительно внесены в оборонный бюджет на 2021 год. Американцам нужна эта система и для изучения. Не только для того, чтобы противостоять Москве, но и для того, чтобы противостоять другим странам, которые приобретут С-400 для защиты от американской демократии, летящей на крыльях бомбардировщиков. Например, Китаю, который уже приобрел российские системы и разрабатывает их аналоги. Однако шансы на реализацию этого плана были, мягко говоря, невысоки. Турция отказалась от такой сделки, которая стала бы смертельным ударом как по авторитету Эрдогана, позиционирующего покупку С-400 как пример турецкого суверенитета, так и для связей Анкары с Москвой. Поэтому пришлось решать конфликт по-хозяйски, то есть идти на уступки Турции лишь там, где это необходимо. Самолеты Анкаре так и не дали. После года мытарств и сомнений Вашингтону удалось пристроить F-35, которые были собраны для турецких ВВС, частной компании Лонгкенд Мартин. Их, как стало теперь известно, приобретает Пентагон, а также оплачивает все необходимые модификации для вооруженных сил Соединенных Штатов. Что же касается турецких поставщиков для производства F-35, то тут пришлось идти на уступки. Изначально Конгресс был настроен в скорейшие сроки вышвырнуть Анкару из проекта и требовал от Пентагона быстрее работать над планами по замене турецких поставщиков на альтернативных производителей в программе создания самолета. Дедлайн на изгнание турок из проекта ставился на март 2020 года, и на это благородное дело было выделено почти 300 миллионов долларов. Однако затем сроки решили сдвинуть, а контрактные обязательства с турецкими поставщиками все-таки выполнить и покупать у них комплектующие для самолета до 2022 года. Дело в том, что Турция производит более 900 различных деталей самолета, из которых более 400 создается исключительно турками. Стоимость контрактных обязательств перед Анкарой составляет почти 9 миллиардов долларов. И сами турки подсчитали, что разрыв этих контрактов будет стоить Америке 600 миллионов долларов, плюс рост себестоимости производства от 7 до 9 миллионов за каждый собранный самолет. Поэтому, по словам представителя Пентагона Мейка Эндрюса, чтобы избежать дорогостоящих разрушительных и расточительных разрывов контрактов, и было принято решение выполнить действующие контракты, после чего перейти на альтернативных поставщиков. Собственно, сами турки согласились производить комплектующие даже с учетом отказа Вашингтона поставлять Анкаре готовые F-35. Большие деньги, а также опыт производства с последующим его применением в турецком ВПК важнее, чем какая-то там обида. Казалось бы, теперь конфликт можно считать урегулированным, однако это не так. Капитолий требует продолжения. В Конгрессе складывается антитурецкий консенсус. Конгрессмены обеспокоены направлением, в котором идет Турция под руководством Эрдогана, нарушающая права человека в Сирии, безосновательно арестовывающая американцев в Анкаре, сотрудничающая в военной сфере с Россией. Турция не ведет себя как ответственный игрок и не работает вместе с Западом на том уровне, который мы ожидаем от страны-члена НАТО. Оснований надеяться, что Турция начнет оправдывать их ожидания, у американских политиков нет. Планы Реджепа Эрдогана по превращению его страны в новую Османскую империю, если уж не владеющую, то хотя бы контролирующую территорию от Марокко до границы Рана, представляют собой серьезную угрозу, даже не интересом о безопасности Запада. Конечно, в Анкаре есть и альтернативные точки зрения. Правящая партия справедливости и развитие противостоит двум другим политическим силам, созданным против нее и возглавляемым бывшим соратником Эрдогана. И если сам Эрдоган и его окружение выступают за большую самостоятельность Турции, то его соперники стремятся к большой связи с США, говорит доцент дипломатической академии МИД Российской Федерации Владимир Автаков. Однако шансы на политическую победу противников Эрдогана невелики, а помочь им в организации переворота Запад не может. Одна такая попытка четыре года назад не просто провалилась, а резко повысила авторитет турецкого султана. Так что решение по F-35 это лишь временное затишье. Новый ураган в американо-турецких отношениях может наступить уже скоро. Например, если конгрессмены продавят новые санкции в отношении Анкары за нарушение акта о противодействии врагам Америки через санкции. Он запрещает третьим странам не только строить вместе с русскими «Северный поток-2», но и покупать у них серьезные оружейные системы, например, С-400. Однако следствием этих санкций вряд ли будет подчинение Эрдогана. В этой ситуации усиление санкционного давления, да и просто давление на Турцию приводит к обратному эффекту. Анкара очень самолюбивая и отвечает на давление еще большим стремлением к самостоятельности и активизации сотрудничества с другими игроками. Например, с России, не выходя из НАТО, Турция укрепляет связи с Москвой в области экономики и безопасности, покупает С-400 и обсуждает другие контракты, которые позволят Анкаре достичь большей самостоятельности в своем ВПК, поясняет Владимир Автаков. Контракты, которые станут прологом новой бури. Впрочем, главный ущерб США от истории с F-35 будет нет испорченных отношений с Анкарой. Весь мир увидел, что Соединенные Штаты являются ненадежным партнером в вопросах закупки вооружений. Они с легкостью отказываются от заключенных контрактов. И даже не потому, что в стране произошел переворот, как это было с Египтом, куда американцы отказывались поставлять оружие после свержения братьев-мусульман и президента Мухаммеда Мурси, а просто потому, что страна смеет сотрудничать с противником Соединенных Штатов. А поскольку покупка оружия происходит не по принципу – приобрел, заплатил, отвалил, поставщики оружия затем его обслуживают, военные обучаются работать именно на этом вооружении. И страна-поставщик оказывает серьезное влияние на развитие вооруженных сил государства-реципиента. То перед потенциальными покупателями теперь может стоять дилемма. Они могут заказывать дорогое и навороченное оружие у США, а потом жить под домоглавовым мечом. Выбрать другую сторону продавца – Россию, а в перспективе Китай или даже Турцию, которая не связывает исполнение своих контрактных обязательств с выполнением покупателям каких-то политических условий. Выбор, как говорится, очевиден, как и ущерб для американской политики от такого выбора. А на этом все. Вы были на канале ТОП АРМИ. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok